Почему и в этом году приходится говорить об асфальте, который сходит вместе со снегом? И что ждет тех подрядчиков, которые все-таки скорее обворовывали украинские дороги, а не ремонтировали их? Обсудим с министром инфраструктуры Украины Владимиром Амеляном. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пришли. В прошлом году на ремонт и строительство дорог ушло примерно 30 миллиардов гривен. По крайней мере, такие данные дает Кабмин. У нас в правде 20, а вы... 20, да? Извините. А хотя бы примерная оценка того, сколько было украдено или, ну, пошло не туда. В первую очередь, я бы хотел подякувать за этот сюжет. Он действительно объективно отображает нашу реальность. То, что 90% украинских шляхов сруйновано, мы этого не приховываем. Они не ремонтировались последовательно. И дорога, если бы строилась, то поважно бы строилась обещанками. Мы четко сказали, что дорог без денег не будет. Именно с этой целью, с 1 сентября этого года, работал Дорожний фонд. Мы имеем рекордную сумму, по сравнению с предыдущими годами, и фактически с десятилетиями. То есть, около 50 миллиардов гривен, заакумуливано на 2018 год. Теперь наша мечта, чтобы эти деньги были вытачены качественно, чтобы не было коррупции, и чтобы эти дороги послужили не один год. Ранее так строили. Строили на год, а потом уже забули. А минимум на 5, когда поточный ремонт, або средний. И 10 и больше лет, когда ремонт капитальный. С этой мечтой, каждого года, это не новация 2018 года, но это самое было бы в 2018 году. Все дороги, ремонтованные в предыдущем году, проверяются. Этого года эта проверка будет поселена, и есть прямая доручная премьер-министра, за что ему особо благодарны. Будут сформированы группы из некоторых ведомств, в том числе и правоохранных. Будет выезд из-за места. Причем проверяться будет не только стан дорог, но проверка проверок. Настолько качественно, на самом деле, проверили. Не было договоренности коррупционные в этих проверках. Так что мы никому не верим, мы контролируем. И каждая компания, которая была неакисно сделала свой шмат дороги, она будет обязана в рамках этой гарантии усунуть дефекты. И это было сделано в 2016 году. Владимир, вы считаете, действительно, реально в масштабах всей страны заставить отвечать гривне и вот эти нерадивые компании-подрядчики? Вы знаете, мы должны... Я могу предречь вам множество судов, скандалов, травли в прессе, но только лишь бы вот этого не... Вы знаете, на самом деле, в минулом году только меньше 5% компаний отказались усовывать дефекты и были обязаны вернуться к судам. И мы сейчас в судах отстояем свою правоту. Все другие в рамках своих денег отремонтировали дефекты дороги. Это четкий тренд, потому что они понимают, что они хотят быть на этом рынке. Ринок стримко развивается. Захид иноземных компаний, которые будут наймать украинцев, давать новые технологии для строительства дороги, есть четким конец. Вы хотите получать работу? Вы хотите работать? Робите это качественно. А мы будем контролировать. Ну, положи руку на сердце. Украинские компании воруют по-прежнему? Ну, вы знаете, я думаю, что в разы стали меньше краски. Мы не выключаем от того, что есть коррупция, но, безумно, на тех масштабах, которая была. И наша мета, чтобы ее не было вообще. И я надеюсь, что с залучением прозорных технологий сейчас все тенды добывают через систему прозору. Разработкой прозорной документации. Контролем с боку, как Министерства Украфадора, так и с боку правоохранных органов, мы заведем коррупцию до нуля. Владимир, мой вам совет. Боритесь за дороги, и тогда украинцы вам, наверное, памятник поставят за ваше министерство. Мы сегодня очень много говорим о работе и эффективности нынешнего парламента. Вот давайте поговорим об эффективности сотрудничества вашего министерства с Верховной Радой. В прошлом году вы подавали несколько законопроектов, которые, к сожалению, Верховной Радой не то что не были приняты, многие даже не рассматривались. Например, о внутреннем речном транспорте. Но ведь это же тормозит поступление в бюджет, экономическое развитие. Как с этим быть? Ну, вы знаете, это не просто, хотя и позитивные приклады. Буквально поза минулого тижня было принято архиважливый закон про концессионное строительство дорог. Так, у нас есть постоянный опор. Бо весь парламент складывается с людей, которые живут в Украине, которые имеют те или иные интересы, которые имеют свои виды. Мы стараемся их переконать, и благодаря спорту с европейскими коллегами, и с американскими, в основном, по законному проекту, про внутренние водные шляхи, мы идти к консенсусу. Я надеюсь, что он все-таки будет проголосованный в парламенте, и мы получим абсолютно новую индустрию. Это как внутренние водные шляхи, самый дешевший и на экологичный, безопасный вид перевезения вантажей. Так же запустим судно-будивничество и много других суммежных галузей. У нас вопрос железного транспорта. Я благодарен депутатам, которые сейчас активно начали работу с его просувствием. Отбывается рамка круглых столов с бизнесом, для того, чтобы мы получили идеальное, близко к идеальному документу. Это все делается. Я не хочу скаржиться, мы стараемся это сделать. Давайте о водном транспорте тоже продолжим. Теперь о морской инфраструктуре. Наверное, для вас не секрет, в новостях в последнее время очень много сообщений о том, что перевалка в украинских портах стремительно падает. Переводятся примеры Черноморска, Херсона, но в порту Южный растет, обращают внимание журналисты. Не попахивает ли здесь коррупция? Меня тишит то, что на самом деле в 2017 году это был первый год после провала 2014-2015 годов, когда позитивный рост вантажопоток. На несколько процентов, но вантажопоток взрослся. Есть объективные и субъективные причины о этом, но есть плюс. В целом ситуации в портах мы понимаем четко, что доля государственных стабидорей постоянно сокращается. Само поэтому мы выступаем с идеей приватизации или концессии морских портов Украины. Потому что приватный властник будет намного эффективнее, он может гнучко установить свою тарифную политику. Но тем не менее, мы это делаем уже на уровне уряда. С 1 сечня этого года благодаря инициативе премьер-министра на 20% скороченную портовые тарифы сборки. Это уже факт. Мы дешевлюем перевалку. Мы хотим таким образом отримать больше вантажа, в том числе и транзитно. Пока она падает. На самом деле 17 лет рост. Первый раз за три последние годы рост. Хорошо. Вообще говорите, если о задачах вашего министерства в соцсетании с правительством, какие вопросы необходимо проработать и утвердить в парламенте в ближайшее время? Какие законопроекты вы готовите? Самое важное – это пакет из семи законопроектов евроинтеграционных, которые лежат в парламенте и очекают их исполнение. Не менее важный закон о электроавтомобиле. Я надеюсь, что следующего месяца мы все-таки сможем его зарегистрировать, потому что это 15 лет развития индустрии абсолютно нового типа высокотехнологичной для нашего государства. Это вопрос также закону и про такси. Много других законопроектов, которые стоят всех сфер житей и деятельности, но в первую очередь они лично стоят каждого человека. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян отвечал на мои вопросы.